А вы хотите научиться писать свои мысли? И наслаждаться можно! Ведьма! Сатанистка! Сильная нагрузка на мозг. А кому выгодна такая гнилая философия? Всё, что у тебя есть хорошего, за это придётся заплатить. Не передали дедушкам, те передали нашим родителям. И вот теперь мы в прямом эфире расхлёбываем. Ну давай, сатана, приходи! Здравствуйте! Привет, мои родные! Вот это радио в голове, оно как погода. И самое крутое, наверное, это научиться делать то, что ты хочешь, невзирая на то, что он говорит. Понимаете? Это очень тонко. Особенно, когда нас воспитывают не очень хорошо. И мы вырастаем с пониманием, что я недостоин, я плохой, я не-не-не-не-не-не-не и так далее, и так далее. И перед тем, как совершить то, что нам якобы хочется, у нас включается вот это радио. И если научиться воспринимать его просто как помехи, условно говоря, если по радио играет блатняк какой-то, шансон, не Риана на секундочку, а какой-то вообще ужасный блатняк, это вам помешает совершить утреннюю пробежку, допустим? Ну, если из соседнего магазина он где-то доносится. Нет, не помешает. Вот так же и здесь. Он болтает, руки делают. Он может говорить абсолютно всё, что угодно. Плевать на то, что он говорит. Важно просто делать. Наплевать на него. Вот это искусство, которому, я думаю, учатся, наверное, всю жизнь люди. Искусство укращения вот этого дракона внутри. Стоит ли вот так разговаривать с голосом? А вы хотите научиться писать свои мысли? Не слушать радио, а писать мысли? Тогда стоит, да, научиться говорить, а не слушать. Разум в человеке — это демоническое проявление. Тогда нам нужно определиться с терминологией, что такое демон. Дайте определение, пожалуйста, что такое демон. Давайте устроим ещё мозговой штурмик. Что такое демоническое проявление? Что такое демон? Как мы можем это идентифицировать, чтобы потом использовать в повседневной жизни? Так, ну раз никто не даёт определение демона, могу дать я. На мой взгляд, демон и любые проявления, скажем так, околорелигиозные, да, что такое религия? Когда появляется Бог? Когда появляется демон? Когда у нас появляются пробелы в логике? Когда мы не можем заполнить звенья логической цепи? Тогда у нас появляется Бог. Ну или дьявол, ну или сатана, ну или Будда, ну или высшее Я, или да кто угодно. Как угодно можно называть. Демон — функция, которую мы в себе не контролируем и не понимаем. Но давайте это можно называть проще. Или теневая личность по Йонгу, или бессознательная. Демон — это такое околорелигиозное сектантское определение, которое мне не очень нравится, честно говоря. Почему многие западные звёзды поют про сатану? Ну и тут мы пришли к моему папаше снова. Шучу. А кто такой сатана? Вот мне интересно. Меня упоротые часто в комментариях называют сатанисткой. За что, конечно же, упоротых банят. Что такое сатана? Как, вот где он? Что он делает? Скажите. Чтобы я понимала, с чем работаю хотя бы. Вот что такое сатана? Если вы говорите про Люцифера, про свет несущего, так это по Библии тогда тот, кто за вас людей заступился. Ему надо быть благодарными вообще-то. Он единственный, кто сжалился, когда садёга Бог начал насылать всякие казни. Поэтому тут надо определиться. Объясните мне, кто такой сатана? Сатана, адский сатана. Ну давай, сатана, приходи и вы***й меня, если ты есть. Давай! Не приходит. Всегда любила, знаете, такую порнушку с уклоном на этих монстров. Сатана – это тот, кто хочет получить максимум наслаждения. Вот мы и приходим к этой упаднической пропаганде того, что наслаждаться – это плохо. Слушайте, я абсолютно гедонист, серьёзно. Я живу ради наслаждения и не вижу смысла жить по-другому. Если кто-то живёт ради страданий, то мы опять снова смотрим в детство, что там было, за что ухандохали и какой внутренний диалог ребёнку прививали. Потому что если ребёнку говорили каждый раз, когда он получал удовольствие, ребёнка били или ребёнка пресекали, его какие-то потуги получить это удовольствие, конечно, потом он приходит к религии и находит в ней объяснение, почему с ним так поступали. Хотя на самом деле сначала проще было бы пойти к психоаналитику. Понимаете? Наслаждаешься демон, страдаешь праведный великомученик. Вот. А кому выгодна такая гнилая философия? Тем, кто хочет, чтобы вы на них бесплатно работали, конечно же, да? Чтобы люди грызли друг друга в своём террариуме и так далее. Ничего нет почётного в страдании. Мы все сатана. Да, мы поэтому здесь, мы накосячили, нас наказали, мы не признали вину, считая себя идеалом, а засунули сюда, как бы перед зеркалом, ля-ля-ля. Откуда у вас эта информация? С чего вы взяли? Возможно, просто родитель в детстве говорил, там, Катя или Вася, ты за всё заплатишь, за каждое своё удовольствие. Всё, что у тебя есть хорошего, за это придётся заплатить. Может, поэтому? Ну, ведь, понимаете, очень много людей в нашем мире воспринимают этот мир как жизнь, как подарок, а мир как обалденный интересный квест. Но есть люди, которые воспринимают его как место, куда нас засунули, как тюрьму, как некий полигон, где над бедными людьми издеваются. Да, говорили, за всё надо платить, да в жопу их Мария, а они хотят платить за всё, ну пусть платят. Это личные их загоны, это личные загоны наших пра-пра-пра-дедушек, которые они передали дедушкам, те передали нашим родителям. И вот теперь мы в прямом эфире расхлёбываем, понимаете? И пытаемся со всем этим дерьмом разобраться и понять, что жизнь на самом деле может быть гораздо более интересней, и люди могут быть гораздо более открыты и добрые. И наслаждаться можно, и ничего плохого за это не будет. Мы сами себя отправили в эту жизнь. Я в это верю. Я каждый раз думаю, когда, зачем, почему и какая цель. С рождения навязанные страхи. Да. И вот тут мы подходим к теме диалога, что, понимаете, человек, он дрессированное животное, говорящие. Единственное, в чём у нас есть преимущество перед животными, мы умеем разговаривать. Хотя некоторые животные тоже обладают некоторыми языковыми моделями, но не такими, конечно же, развитыми, сложными лингвистическими конструкциями, как у нас. То есть мы, конечно же, в этом плане самый развитый вид из нас, из известных. Да, мы сейчас не будем касаться криптозоологии. Представьте себе ребёнка, который каждый раз, когда он, допустим, хочет поиграть, его раз ему дают подзатылик. Какой условный рефлекс сформируется? Ну, конечно же, что мир страдания. Ну, конечно же. Потом он вырастает в невротика, потом он начинает думать, а как мне найти смысл жизни, а как мне выбраться из этого несправедливого мира и мир страданий. А есть другой ребёнок, да, которому говорят, ты молодец с детства, у тебя всё получится, у тебя всё будет хорошо. Разбирая эти темы, очень важно понимать, что у человека было в детстве, как он с этим справился и кто транслирует информацию. Так кто внутри нас разговаривает, как вы думаете? Что это такое? Есть теория, что это голоса наших родителей. Ну, естественно, внутренний диалог использует нативный язык человека. То есть первый, смотря в зависимости от того, на каком языке вас воспитывали. Угу, мы приёмник, разговариваем точно не мы. Интересно, да. Ум, говорит, шаблоны, которые он копирует с детства. Вот мне интересно, вот этих Маугли, знаете, людей, которые, ну, эти единичные случаи, которые жили с животными, интересно, какой у них внутренний диалог, есть ли он у них вообще. Значит ли это, что мысли на иностранном языке при хорошем его владении автоматически наши, а не его? Ну, я думаю, не значит, потому что те, кто знает много языков, ну, вы знаете, иногда вот когда говоришь целый день на английском, то потом и думать на нём начинаешь. Случайно. Иногда говорю словами родителей в голове, или когда смотрю какой-то сериал, говорю с акцентом главного героя, потом и тоже замечаю. Да-да-да, мы обезьянки ещё те. Я сама люблю копировать других людей, мне очень нравится. И что мы получаем в сухом остатке? Мы получаем абсолютно неконтролируемую обезьянку, которая делает вот так вот в нашей голове. Так что я думаю, что справиться с ней – это задача номер один, наверное, чтобы вообще осознать себя, понять вообще, кто ты и чего ты хочешь в этом мире. И, кстати, видео было небольшой репетицией перед лекцией, которая будет в Москве и Гамбурге. Вот там у нас с вами будет полное погружение, кто не в курсе. Ну да, я же говорю, он немножко охренел. Целые 20 лет живёшь в одном доме, а тут тебе говорят – дратуйте! Дратуйте! Представляете? Представляете, вы сейчас сидите в комнате, и тут к вам заходят – дратуйте! Это очень интересно. Но есть теория, я не буду раскрывать сейчас эту тему, но есть теория, что это отдельное от человека сознание. Вот ради прикола, давайте мы сейчас с вами настроимся на волну страха. Давайте. Чтобы заледенели конечности от страха. Представьте, что он находится у вас вот здесь, как по Кастанеде, да? Вот тут. И что вы можете увидеть его боковым зрением? Ну не можете, потому что он постоянно ускользает. И вот он стоит за вашей спиной. Где-то. И холодным воздухом дует вам в ухо. Понимаете? И говорит. Привет! Пух! Шучу. Волна страха – это тот канал, через который можно прекрасно общаться с этим существом. Ну, конечно, не на уровне дел, то есть видеть вы его не будете, потому что это уже немножечко шуза. Но хотя бы проникнуться вот этим ощущением – это очень интересно. Знаете, когда у вас аж холодеют конечности. Паранойя какая-то, да, но в чём прикол, что почему-то в нашем обществе это нормально, говорить такие вещи, как, допустим, вот я себя уговариваю, или я с собой спорю, да? Я, всякие такие словечки, это уже вошло в обиход. Я спорю с собой. Да что за фигня? Это всё равно, что сказать, например, я вообще хотела сегодня пойти налево, но мои ноги пошли направо. Понимаете? В чём суть? Это то же самое. Только здесь у нас какая-то тема табу, да? Да? Вроде бы как нам не надо это обсуждать, потому что это вроде как само собой разумеется. А с чего вдруг? С чего вдруг в моей голове лежит обезьянка, с которой мне приходится справляться, понимаете? Которую я сколько, шесть лет уговаривала на сыроедение. Нормально вообще? То есть вообще сегодня был женский марафон, начало. О чём я говорю с девочками? Я вправляю им мозги, чтобы мой внутренний диалог стал их внутренним диалогом и помогал им в переходе на сыроедение. Потому что всё, что мешает при переходе, это только внутренний диалог. Только. Это вообще корень всех наших, ну, всех проблем, да, в жизни практически. Да-да-да, да, Кирилл. Ядро, которое формируется в нас с рождения, из внешней среды, из книг, которые мы читаем, из фильмов, которые смотрим, из людей, с которыми общаемся. Как думаете, он нам друг или враг? А вот как его воспринимать? Если вы, допустим, выполняете практику зеркала и вам страшно, вот, допустим, сейчас вот здесь вот у меня зеркало. Я его сняла отсюда, поставила сюда. Я сижу прямо рядом с ней. Вот. С чего вдруг мне её бояться? Единственное, что мне хочется сделать, это достать её, клонировать и обнять. Воплотить и обнять. Когда человек подвержен вот этим эмоциям страха, которые опять же идут от нашего гормонального фона. Мы не забываем про гормоны. Что такое страх? Что такое стресс? И он боится себя, и он не может справиться с собой, и он боится своего отражения. Вот это уже называется то, что лечат наши, не психоаналитики уже, а психиатры. По сути, в нас то, чем мы загружаем свои головы. Да, 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 однозначно. Понимаете, все наши страхи в жизни, всё, что мы ненавидим, это мы. Вот, допустим, кто в детстве боялся девочку из Звонка? Скажите. Были такие? Самару Морган? Или как её в японском? Садако. Кто боялся? Девочки. Ну, боялись, скажите или нет? Я помню после фильма «Звонок», я впервые в жизни, я всю ночь не спала. Я так боялась её, так много лет. А мужчины не боялись её в основном. В основном боялись женщины. А почему боялись женщины? Давайте подумаем. Потому что видели в ней себя в некоторых моментах. Потому что боялись, что с нами так же поступят. И что мы превратимся в это чудовище. Что мы, что наша теневая личность выйдет вот таким вот образом. Я говорю, у меня мурашки по коже. Вот это тот самый канал страха, который мы сейчас включаем. Очень интересная функция нашего аватара, которую мы будем разбирать на биороботы происхождения. Поскольку страх, страх – это тоже одна из команд нашего тела. Без страха никуда не бывает бесстрашных людей. Страх – это очень круто. Да, проще говоря, страх себя. Почему мужчины девочку со звонка в основном не боялись? А вот девочки и женщины, взрослые даже, очень. Я давно поняла, что боюсь сама себя, жутковато от этого. И тут мы снова возвращаемся к нашей теме эфира. А кто внутри нас разговаривает? А кого бояться? А стоек ли бояться? Понимаете? Внутренний диалог может быть нашим подсознанием. Понимаете? Подсознание, надсознание, бессознательное. Да, это всё хорошие термины. Можно называть это вообще как угодно. Опять же, можно демонами называть, можно ляровами. Вот, кто-то ляровами называет. Как угодно. Вопрос в том, чтобы отследить причину, с чего он появляется, что служит катализатором. А катализатором всегда так или иначе служит ситуация, которая была в детстве. До пяти лет, как правило. Это наша помощь, с которой мы не умеем сотрудничать. Да, абсолютно согласна. Ведь нас же никто, понимаете, нам прививали с детства большие противоречия. Очень большие противоречия. Например, сегодня мы на женском нашем марафоне обсуждали, как себя позиционировать в обществе. С одной стороны, вот мы обсуждали сексуальность и новое принятие своей сексуальности на сыроедении, как меняется гормональный фон и так далее. И что мы смотрим на наше общество? Что оно нам предлагает? Вот пару моделей поведения. Ты или будешь целка-патриотка, и если у тебя будет больше одного партнёра, то ты кто? Блядина. Правильно? Либо тебе надо трахаться каждый, ну, практически раз в неделю, хотя бы для здоровья. Иначе ты кто? Фригидная. Правильно? И таких противоречий куча. А насчёт денег? Что? То же самое нам с детства вдалбливали. Деньги – это зло, деньги – это плохо. Просить за свою работу деньги не дай бог, но ты, твою мать, должен зарабатывать. Иначе ты никто, и человек такой не понимает. У него один внутренний диалог, второй, третий. Они спорят вместе, одновременно. И он думает, боже, что делает? Башка сейчас взорвётся. Понимаете? А когда ты умеешь просто взять и отключить это радио, как удобно жить. Но опять же, это годы тренировок нужны. Как вы считаете, внутренне кто-то один или их несколько? А вот спросите его. Перепросмотр помогает в первый раз найти момент, когда заговорили. Перепросмотр, регрессивный гипноз – всё это помогает. И при том, абсолютно неважно, вспомнили вы это или придумали. Вообще неважно. Главное, сработает это или нет. Просто не думать, да, и делать то, что ты хочешь. Ты. Внутренний диалог можно обуздать и получать очень нужные советы. Да, да, да. И консультации, да. В том-то и дело. Внутренний диалог можно назвать интуицией. Но его по-разному называют. Кто-то говорит, что это мой друг. Кто-то говорит, что это мой враг. Это всё субъективные переживания людей. И опять же, они транслируют собственный внутренний диалог. Посылаешь нахрен свои мысли почаще. Самая рабочая практика. Да, да, да. Вот первое время, пока с ним на вы, да, первое время, пока мы учимся говорить, а не слушать, возможно, иногда можно и послать нахрен. Ну, первое, вообще, вырабатывание своего стержня и своей позиции, оно часто идёт на агрессии, допустим. Вот, к примеру, мне иногда надо просто послать *** какого-то подписчика, да. Ну, просто так для профилактики. Это не значит, что я как-то агрессивная, я так делаю всё время, да. Но иногда надо чётко обрубить границу, чтобы дошло до человека. Как можно делать, а как не можно, да. Я помню, в три года я была удивлена, что я делаю в этом теле, это было такое смущение. Да, 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 Боже, как я вас понимаю, как я вас понимаю. Особенно, наверное, вот, когда смотришь на себя вот так со стороны, потому что первое время ты не осознаёшь себя отдельно от мира. Подсказка тоже. Вот внутренний очень хорошо помогает распознать ложь, даже когда сознание изначально верит лжи. Да, он во многом помогает. Взгляд поменялся. Но я не могу вам себя показывать в состоянии повышенного сознания, потому что опять начнётся «Ведьма! Сатанистка! Господи, эти!» В детстве боялась смотреть в зеркало, когда расфокусировала зрение, видела ухмылку хитрую. Это опять же, надо понимать, что это наши субъективные переживания. И если мы, условно говоря, не в согласии с собой, если мы видим в нём врага в отражении, то он, да, может ухмыляться, насмехаться и так далее. Почему, например, один человек может обидеться на какой-то ваш смешок, да, подумать, что над ним ржут, а другой посмеяться вместе с вами? То же самое вроде бы. То есть как вы это интерпретируете, зависит только от вашей истории. Что было в детстве, надо прежде всего смотреть. Так, внутренний диалог. Это не моё сознание, это не я. А вот спросите себя, вы посмотрите моё сегодняшнее видео на Ютубе, заговорите с ним, а потом ответьте себе на вопрос, это вы или не вы. О, интересно, Юля, может, внутренний диалог это помощник? Всем выдан костыль. Кто научится ходить самостоятельно, выбросит костыль. А так создатель позаботился о нас. Юля! Ой-ой, да. А вот совесть наша, что такое совесть, да, наша совесть? Вы не думали, что это бонус, который мы, допустим, предположим, это игра, да, мы выбрали этот аватар, это тело, это воплощение, и у нас была возможность, например, подсказывать себя оттуда. Ну почему бы и нет? А если вдруг наступит такой день, и ИИ, искусственный интеллект себя осознает? Кто мы с вами такие? Какая разница, да, искусственный интеллект, биологический интеллект? И вдруг ИИ себя осознал. Во-первых, некоторые ИИ сегодня заговорили с собой, понимаете? Я говорю, как бешеный учёный, да? Я знаю, я сам, ну чё, я фанатик своего дела, да. Помню, в детстве лет 5-6 я не понимала, кто я, почему есть я, когда на самом деле меня нет. А эти вопросы крутились у меня в голове, и я уходила куда-то сама в себя в космос, и не описать, не описать ничем. Да, прекрасно понимаю, прекрасно понимаю тоже, что где-то я, особенно когда маленький ребёнок, у него закрепляется в голове конструкция, то, что есть некое я, как да, как тело, как разум, и есть некий мир. Для него вообще идентифицировать вот это я, вот эта задача сложная. И в момент, когда формируется вот это понимание «я», вот формируется и понимание персонажа в этой игре. Это очень интересно. Вообще, да, взрослые, которые мы сейчас, вот мы взрослые, да, типа люди, и мы якобы понимаем, кто я, но по сути, на самом деле, ни хрена мы не понимаем. Мы просто убедились в этом. Мы просто договорились, просто поверили, просто согласились, по сути. Чем старше становилось, тем реже это и происходило. Да, поэтому люди в возрасте, поэтому мы не освобождаем разум взрослых людей. Помните, как в матрице? Потому что чем больше человек... Почему я говорю, что сохранять, дурачиться, сохранять вот этот дух в себе, сохранять в себе ребёнка обязательно, потому что можно очень быстро закостенеть, уснуть и превратиться в такое, ну я всё знаю в этом мире, ну чем вы мне можете рассказать, да, внутренний диалог. Ко всему относиться с такой... с долей даже наивности, возможно. ВД читает и не запинается, его речь всегда ровная и чёткая, он не картавит, даже если вы картавите. Интересно. Интересно. Да-да-да, Екатерина, с трудом даются слова, и чем легче вам будет произносить эти слова, внутри себя говорить, а не слушать, тем больше с каждым днём будет контроль. Вот такая простая техника его контроля. Никакой магии. Просто говорите, а не слушайте. Люди с проблемами в психике — это как? Кто ненормальный? Они или мы? Понимаете? А кто с проблемами в психике? Надо понимать, опасен человек для себя и для вас или нет. Я так понимаю, что до тех пор, пока человек уважает себя и личные границы другого человека, животного, ребёнка, неважно, этот человек адекватен. Ты можешь дома у себя делать абсолютно всё, что ты хочешь. Но когда заканчиваются границы твоего тела и разума, да, и эмоционального состояния, начинается граница другого человека, и ты её нарушаешь. Не важно, по каким причинам. Вот это неадекватные. Вот их надо, мне кажется, перевоспитывать обязательно. Ну что? Ну опять же, я понимаю причины, откуда ноги растут. Конечно, я всё понимаю. Но то, что я понимаю, это не говорит о том, что я буду с ними общаться, мириться или дружить. Правильно? О, нашли общий язык. Отлично. Ну, мы, я имею в виду, с внутренней собой. Может быть, с ними всё нормально, с этими психобольными. А с нами нет, конечно. Но опять же, вопрос в личных границах и соблюдении их. Вот и всё. На секундочку, ну на секундочку. У нас есть наша церковь, да? Вообще куча есть церквей, где люди, взрослые люди, на полном серьёзе верят, что есть некий дядя, который сидит сверху и записывает за ними. Понимаете? Шиза, шиза. Но они считаются нормальными. У них даже есть очень уважаемое положение в обществе. Да-да-да, я тоже думаю, что сохранить инициативность, чувствительность и серотониновую активность очень важно. Конечно, конечно. Если молчаливый человек, кто не любит много говорить, обречён только слушать свой голос внутри, нет, ну не обязательно. Я же такая разговорчивая тоже не всегда в жизни. Есть моменты, когда я включаюсь, вот как сейчас, да, и меня несёт, и мне это нравится. Но в остальном, в остальной жизни я довольно скрытный человек, довольно молчаливый, довольно осторожный и вообще довольно часто, ну да, даже не очень общительный. Йоги некоторые без всего левитировать могут? Нет. Это фокусы. А те, кто могут, даже если могут, мы о них никогда не узнаем. Потому что, ну, серьёзно. Кто об этом расскажет? То есть, я и есть тот голос внутри этого тела, не знаю, как из него выбраться. А зачем из него выбираться? Вот тут надо задать вопрос, а зачем из него выбираться? А давайте мы сейчас с вами подумаем. Скажите мне версии. Отдельно это от человека сознание? или это часть нас? Это внедрённое? Это, скажем, врождённое или приобретённое? Кто был раньше? Я или он? В комплекте? Уж точно не часть нас. Часть нас. Он был раньше. Врождённое. Раньше был он. Вот видите, как интересно, сколько версий. Потом он. Вначале я, потом он. Я. Одновременно. Вот давайте мы на эту тему подумаем и встретимся с вами в ближайшие дни. Кто был раньше? Я или он? Это отдельное сознание от меня. И кто есть я вообще? Существую ли я? Или я — это просто собака, которая виляет хвост. Знаете, хвост виляет собакой. Или я собака, который виляет какой-то хвост? Друзья, благодарю вас за эфир. Я благодарю вас. Я люблю вас. Я получила массу удовольствия. Как всегда. Как всегда. Так, что я вам хочу сказать? Конечно же, переходите на сайт Дом. Там есть несколько статей на эту тему. Плюс на моём канале ещё есть предыдущее видео на эту тему. И тоже там, там же в комментариях тоже пишите свои соображения. Потому что на основе этого я тоже буду выпускать материалы, ориентируясь на то, что интересно вам. Потому что я немного оторвана от того, что интересно людям. Поэтому вы своими комментариями очень мне помогаете. Всё. И, конечно же, Москва-Гамбург. Мы с вами скоро встретимся. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok